Спросите у представителей экстренных служб, какие вызовы для них самые неприятные, но при этом регулярные в новогодние праздники. Пострадавшие от использования пиротехники. Хочется шокировать, чтобы обратили внимание, но, думаю, будет достаточно упомянуть искалеченные пальцы подростка в прошлый Новый год. Из-за пиротехнических средств пожары тоже не редкость. Применение пиротехнических изделий с балконов или из каких-то зданий, сооружений, внутри зданий, помещений категорически запрещается. И крайне важно, покупайте только сертифицированную продукцию и читайте инструкцию. Никаких римских свечей в руках, даже если нет снега. Устройство новогодней елки – это тоже целая наука. Прежде всего, надо проследить, чтобы елка была устойчивой. То есть, ее ветки не должны касаться ни стен, ни потолков. Рядом с елкой не должно быть никаких электронагревательных приборов. Шторы должны быть размещены, как правило, не менее двух метров от елки. По поводу украшения елки. Тут надо запомнить одно правило, что нельзя украшать елку категорически против этого свечами, никакими сгораемыми предметами, такими как бумага, вата. Что касается электрогирлянд. Прежде всего, нужно пользоваться гирляндами сертифицированными, то есть покупать их в специализированных магазинах. Сотрудники ПОЖНОДЗОРа провели целые исследования по возгораниям в новогодние праздники. Было установлено, что все они носят социальный характер. Все они происходили в жилье, то есть это дачи, квартиры, жилые частные дома. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Второй причиной является нарушение монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. И третьей причиной является нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Большинство погибших людей при пожарах в новогодние праздники находились в состоянии алкогольного опьянения. Да-да, и никаких шуточек. Если процент погибших на пожаре людей в алкогольном опьянении в течение года составляет примерно 60%, то в новогодние праздники эта цифра доходит до 90. Ну что, профилактическая страхотерапия проведена. Будьте бдительны, и ваш Новый год пройдет легко и приятно. Денис Нитков, Новости Искровак.